Приветствую всех подписчиков и гостей канала. Меня зовут Сергей, я занимаюсь автоэлектрикой. Сегодняшняя тема разговора будет посвящена GSM сигнализациям. На сегодняшний день они набирают популярности и мне, как установщику, довольно часто приходится их устанавливать. Но скажем, у данных сигнализаций есть небольшой недостаток. GSM сигнализации подвержены глушению GSM связи, например, вот такой глушилкой. На сегодняшний день глушилок достаточно большое количество, они рассчитаны на разные частотные диапазоны, поэтому дорогие глушилки имеют множество антенн, настроенные на разные частоты. Данная глушилка не профессионального уровня, то есть у нее всего три антенки. Но тем не менее, я ее взял для сегодняшних экспериментов, у своего старого знакомого. Так как я уже сказал, что GSM сигнализации подвержены глушению GSM связи, то есть не работает GSM канал, поэтому если это произошло, то владелец автомобиля при вторжении в сам автомобиль не получит никакого уведомления, то есть не будет никакого смс, не будет дозвона. Владелец не будет проинформирован о вторжении в автомобиль. В это время с автомобиля можно вынять все, что там есть, ну и крайний случай угнать сам автомобиль. Для того, чтобы GSM сигнализацию лишить этого недостатка, всего-навсего понадобится доустановить к сигнализации еще один блок антиджаммер. Сегодня я приобрел вот такое устройство D-Jump 2 небольших габаритов, которое сможет при обнаружении сигнала глушения подать какой-либо сигнал, либо на дополнительное устройство, либо на реле, либо на саму сигнализацию. И данное устройство определяет сигнал глушения GSM диапазона с расстояния примерно 25 метров. То есть при подходе к автомобилю, у гонщика, если он включил свою глушилку, то вот это устройство на расстоянии до 25 метров сможет определить сигнал глушения GSM диапазона. При определении сигнала глушения данное устройство может выдавать минусовый сигнал на какое-либо дополнительное устройство. Соответственно, это устройство может либо блокировать двигатель, либо этот сигнал можно подать на какой-либо дополнительный входной канал в сигнализацию, и соответственно, сигнализация может включить сирену. Все будет зависеть от того, к чему подключить данный выходной сигнал. В сегодняшнем видео я вам покажу, как происходит глушение GSM сигнала и как работает данный блок D-Jump 2. Итак, друзья, вот сегодняшние объекты исследования я разложил на столе. Немножко хочу сказать по характеристикам данного устройства D-Jump 2. В данном устройстве запитывается напряжение от 7 до 16 вольт. Ток потребления в режиме покоя где-то порядка 15 миллиампер. Выходной сигнал, это вот на синем проводе у нас выходной сигнал, полярность минус. Выходной сигнал слаботочный, то есть максимальный ток нагрузки до 100 миллиампер. На прямую сюда, скажем, реле или же какую-либо цепь нагрузки энергоемкую подключать нельзя. Необходимо либо на вход сигнализации подключать данный провод, или же использовать какое-либо малогабаритное реле, которое потребляет небольшой ток. Здесь есть антенка для приема GSM сигнала. Она тут остается. При монтаже данного блока желательно его крепить также вдали от металлических поверхностей, чтобы не терялся GSM сигнал. Точно также, как рекомендуют устанавливать GSM сигнализации. Не прятать их где-то в металлическую коробку. Так как выходной сигнал с данного блочка слаботочный, поэтому сегодня буду подключать качественно нагрузки светодиодную контрольку. Когда-то делал сам самостоятельно из шприца. Иголка типа цыганки, здесь крокодил. Внутри у нас два светодиодика, батареек ничего нет. Подключаю контрольку к блоку питания. Блок питания у нас включен. Вот у нас красненький светодиодик, загорается. Иголку всовываю в крокодил плюсового провода. Минусовый крокодил контрольки подключаю к синему проводу данного устройства. Черный провод подключаю к минусу блока питания и красный к плюсу. Так вот, в принципе, все. Блок подключен. Как видим, у нас сейчас светодиод никакой не светится, то есть на выходе у нас ничего нет. Итак, сейчас хочу я вам продемонстрировать, что у нас мобильная связь работает. GSM прием у нас есть. Также на этом телефоне есть GSM связь. И на ноутбуке я использую модем CDMA и также есть связь, то есть интернет работает. Могу вот открыть любую страничку и как бы все открывается. То есть вот странички работают. Теперь проверяем, как глушится сигнал GSM. Нажимаем кнопочку, включаем нашу глушилку. Сигнал GSM глушится не сразу, поэтому какое-то время будет GSM связь присутствовать, но потом она со временем будет уменьшаться. Вот начал пропадать сигнал, вот он периодически пропадает сейчас. Здесь у нас светится светодиодик, показывает, что устройство включено. Пока GSM связь есть, но вот видим, она периодически у нас исчезает. Подождем чуть-чуть. Наше устройство уже определило. Сейчас у нас происходит глушение GSM сигнала. На одном из телефона уже нет одного приема, то есть здесь две симки стоит в этом телефоне, а на GSM связь пропала. Наш D-Jump 2 уже нам выдал минусовой сигнал на контрольку. Вот у нас красный светодиодик засветился, то есть он обнаружил уже глушение GSM сигнала. Так вот, на моем телефоне также пропадает сигнал, только что его опять не было. Вот он уменьшается периодически. Ну и также проверим сейчас, пропал интернет на ноутбуке или нет. Попробуем открыть какую-либо опять страничку. Так вот, я нажимаю кнопочки, как бы открыть. Картинка не меняется, ничего не загружается, то есть здесь уже пропал сигнал. Вот мы видим, нет ничего не происходит. Вот на ноутбуке интернета нету, то есть пропал, нет доступа к сайту, пишет уже. Вот смотрим, у меня на телефоне также пропала GSM связь. Сигнал связи отсутствует. Можно попытаться сейчас позвонить куда-нибудь, скажем вот сюда. Мобильная сеть недоступна, также мобильная сеть недоступна. Данная глушилка, она не имеет большой мощности, поэтому с глушением как бы тяжеловато, но тем не менее глушится GSM диапазон, как бы мы это видим с помощью нашего D-Jump устройства. Сейчас у нас глушилка выключена и D-Jump у нас минусовой сигнал снял с контрольки, то есть контролька у нас потухла. Точно также у нас появился интернет на ноутбуке и мобильная связь также появилась. Вот сейчас попробую открыть какую-либо страницу. Вот страница как бы открывается, то есть все работает. Теперь предлагаю обратить внимание, как данное устройство отреагирует на обнаружение сигнала глушения. Сейчас у меня глушилка выключена, светодиодик на ней не светится, соответственно D-Jump никакого сигнала не выдает. Теперь я нажимаю кнопку на глушилке, светодиодик засветился и D-Jump выдал. Выключил, сигнал пропал. Сейчас я включу глушилку, D-Jump 2 включит свой выход, то есть контролька засветится. Я с глушилкой буду отходить и посмотрим, на каком расстоянии пропадет сигнал глушения. Так, включаем. Вот у нас включился выход и я пошел. Стою. Так, ну вот, друзья, я вышел на улицу. Расстояние, я так предполагаю, больше 10 метров. Вот и D-Jump перестал видеть данную глушилку. D-Jump справляется со своими обязанностями, то есть он обнаруживает сигнал оглушения и выдает сигнальный импульс нам, который мы можем реализовать в своих нужных целях. То есть либо включить сирену, либо заглушить двигатель, ну или еще что-нибудь сделать. Итак, друзья, сегодня вот такие эксперименты я проделал с глушилкой и с новым для меня блоком D-Jump 2. Надеюсь, что сегодняшнее видео было познавательно интересное. Цена данного блока составляет около 65 долларов. Есть также аналоги такого блока. Если вы надумали устанавливать GSM сигнализацию, то я бы порекомендовал в дополнение к ней установить такой блок. Дополнительное средство защиты автомобиля никогда не помешает. Если у меня появится автомобиль с установкой GSM сигнализации и применением данного блока, то я обязательно постараюсь заснять еще одно видео, чтобы продемонстрировать, как данное устройство работает на автомобиле. На сегодня буду заканчивать видеоролик. Кому было интересно, ставим палец вверх, подписываемся, нажимаем на колокольчик, чтобы быть в курсе выхода нового видео. На сегодня все, пока, до новых встреч!